Война нарушила его планы и уверенно повела по первой выбранной им дороге. Взял на учет и начали проводить сборы месячные по освоению стрелкового оружия, противогазов, заниматься строевой, физической подготовкой, стрельбой в тире и так далее, то есть готовиться. Где-то уже к осени 40-го года был призыв в армию. И призвали меня. Все, кто имел среднее образование, предложили военное училище. Так я стал курсантом Алматинского пехотно-пулеметного училища. Война застала Александра Спиридоновича Рябцева, когда тот только поступил в Алматинское пулеметное училище. В один выходной нас отправили в увольнение, в город отпросили. Ясная погода, солнце, все хорошо. Мы взяли с товарищем билеты на следующий сеанс и готовились сходить в кино посмотреть новую кинокартину. Играла музыка. Потом раз что-то, все перестало. Тихо. Все выключалось. И через несколько минут включился динамик и все это. И диктор говорит. Всем военнослужащим, находящимся в отпуске, увольнении, срочно прибыть в места расположения. Мы, при товарищем, прибыл, уже училище было на плацу построено. Выступал начальник политодела и объявил. Мы узнали, что сегодня утром, 22 июня, ровно 4 часа, Германия без объявления войны напала на Советский Союз. На границах идут тяжелые бои. И противник имеет большое превосходство в живой силе и технике. Принято было постановление, что считать себя, как на фронте. Заниматься сразу стали по 10-12 часов, чтобы закончить программу военного училища. Экзамены мы сдали все. Нам присвоили всем воинское звание лейтенант. Нас построили всех. Начальник училища поздравил. Обратился к нам, что вы убываете на фронт. Дорожите честью училище. Вот. Сражайтесь мужество, защищайте Родину. Красная армия в то время крайне остро нуждалась в командирах младшего командного состава. После Алматы Александра Рябцева направляют в первое московское пулеметное училище, которое на тот момент располагалось в Рязани. Пройдя обучение в максимально сжатые сроки, тогда еще совсем молодой, но уже в звании лейтенанта, Александр Спиридонович с услуживцами был отправлен в самую гучу событий. Под Сталинград. Там в составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии он был назначен командиром пулеметной роты. В Сталинграде никто не подозревает о надвигающейся угрозе. Метрополе на Волге считается образцовым социалистическим городом, центром оборонной и транспортной промышленности. 900 тысяч населения, 5 вузов и 3 театра. Город протянулся вдоль Волги более чем на 30 километров. Двух- и трехэтажные дома, а на окраинах так называемые купеческие дома. И самый главный город был зеленый. И вот перед нами Волга, перед нами Сталинград. Дальше ступать некуда. Некуда. Если сдать Сталинград, значит противник прорвется на юг, к нехти, к кавказу. А с севера форсирует Волгу путь на Москву. Поэтому вошел приказ Сталина ни шагу назад. И Сталинград стал твердыней. В то же самое время, когда немецкие танки вышли на окраину Сталинграда, сотни немецких самолетов поднялись с аэродромов. К уничтожению был приговорен целый город. Этот варварский приказ выполнялся силами мощного 4-го воздушного флота под командованием генерала Рихтгофена. Ровными рядами, как на параде, в небе к жилым кварталам приближались немецкие самолеты. В Сталинграде была объявлена воздушная тревога, отбоя которой уже не будет. Взрывы разваливали крыши и перекрытие домов, крушили стены. Люди гибли под каменными глыбами, падали, сраженные осколками, задыхались в завальных земляных убежищах. Снижаясь над улицами, где было много деревянных домов, летчики высыпались на память зажигательные бомбы. Маршал Еременко написал впоследствии. «Многое пришлось пережить в войну, но то, что мы увидели 23 августа 1942 года в Сталинграде, поразило нас, как тяжелый кошмар. Беспрерывно среди городских построек взметались взрывы. Из района нефтехранилищ потоки горящей нефти устремлялись к реке. Казалось, горела Волга». И вот в Сталинграде шли такие бои днем и ночью. Тяжелые очень. Вот, даже страшно вспоминать. Рушились здания. Гибли люди. И вот когда разгромили армию Павлюса, посмотришь на город, сколько видит зрения, одни развалины. Великая битва была под Москвой. Она там показала нам, что немецкая армия может быть победима. Миф о непобедимости был рассеян. Был миф рассеян о Блицкриге, о молниеносной войне. А Сталинград стал переломным пунктом. Ибо от Сталинграда мы начали освобождать родную землю. Наша дивизия обороняла кросс-тракторный завод и завод баррикады. И одну из переправ через Волгу. Бои шли за тракторный завод. На подходе за каждую улицу, за каждый дом, в доме за каждый подъезд, даже за каждый этаж и комнату, какие бои были. Иногда противникам приходилось, в письмах читали, чтобы взять одну улицу, им приходилось вести бои месяц. А завод же чем был дорог? Он же нам то выпускал танки, а то потом ремонтировал же. Тракторный завод. Салинградский. И он держался, знаете, бои шли на поступках. Потом ворвались в цехах в начале бои шли. Шли бои. То есть завод тракторный был, это основа. Надо было, они нам ковали. Они создали несколько танковых бригад из своих рабочих. Среди тех, кто на тракторном заводе в эти тревожные часы вступил в рабочие отряды, было много первостроителей. Это были люди особой судьбы. Приехавшие по комсомольским путевкам, в основном из деревень, освоив строительные профессии, они поражали страну темпами работ. Всего за 11 месяцев возвели на берегу Волги крупнейшие корпуса завода. Танки, собранные на Салинградском тракторном, воевали на многих фронтах, помогли отстоять Москву. После войны опубликуют донесения генерала фон Виттерсхема, которые он направил командующему Паулюсу о первых боях на Волге. Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку населения Салинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, сжимая в руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли в башнях разбитых танков. Ничего подобного мы раньше никогда не видели. Самое главное, я считаю, победили, это был великий патриотизм советского народа, армии и народа. Ибо в наше поколение воспитывали патриотизм, дружбу, товарищество. В бою был закон «Сам погибай, товарищи, выручай». Ведь у нас такого, что сейчас творится, надо страшно вспомнить. А мы же воевали как одна семья, как брат с братом. Русский, украинец, белорус, армянин, грузин, таджик, киргиз, казах. Всем были как одни. Мы не разбирали, кто по нации. А друг другу помогали. Поэтому была большая взаимовыручка. Помощь друг другу. И особенно, говорю, патриотизм и великий героизм. Ведь я после Селенграда, наверное, и вы не читали, чтобы были случаи закрытия амбразур. Люди бросались под танки. А до Селенграда это было. Или же самолеты шли в лобовую атаку. И я нигде вот не читал, чтобы хоть один немец или американец бросился с гранатами под танки, отстаивая. Или закрыл амбразуру. Не было. Я не читал нигде, не знаю. Не было этого. Но я считаю, мы, фронтовики, что таким руководством, чтобы победить такого врага, в руководство должен был стоять железный человек. И им оказался Сталин. Он смог объединить фронт и тыл. Управлять ими, направлять. Хотя, может, были жесткие меры, но на войне они необходимы. Сколько людей было убито варварскими бомбардировками. Потонуло в Волге. Умерло за колющей проволокой концлагерей. Не вернулось с каторжных работ из Германии. Этого никто подсчитать не сможет. Многие семьи погибли полностью. Распалась связь времен. Нет, врать не хочу. Паулюса я не видел. Он в Центральном университете. Его взяли, знали, что взяли Паулюса. Взяли несколько генералов, взяли его штаб, несколько сотен офицеров и солдат. Ну, были они в плачевном виде. Изорванные, изношенные. То есть, не похожи даже на солдат. Почти вся 37-я дивизия погибла в боях. Среди немногих выживших был Александр Рябцев. После недолгой передышки его, уже закаленного в боях, перебросили в новое жерло войны, на Курскую дугу. Преодолев и это испытание, Александр Спиридонович прошел с войсками до самой Германии, где был ранен после успешного форсирования реки Одер. До конца войны оставалось 17 дней. Нас осталось очень мало участников войны, которые, считай, прошли войну с начала до конца. Единицы на пальцах можно считать. Я имею в виду, что начал войну и кончил. Поэтому я один из них, как говорят, последний из маякан. Всех своих товарищей, которым я воевал, уже нет. Нет уже. Поэтому Сталинград, я после участвовал уже, вы знаете, в Курской битве, в Белорусской операции оборонял Наровский плацдаром, восточную пруду освобождал, форсировал последние водные преграды немцев, Одер. Но тяжелее боев в Сталинграде в моей памяти отложил столько Сталинград. Далее Александр Спиридонович участвовал в Курской битве белорусской операции «Багартион» освобождал Белоруссию и Польшу. Именно в санитарном поезде он встретил День Победы. После выздоровления Александр Рябцев продолжил служить в рядах вооруженных сил и был уволен в запас с должности начальника штаба ракетной дивизии стратегического назначения в воинском звании полковника. За годы войны Александр Спиридонович Рябцев был четырежды ранен. У него семь орденов и около сорока медалей. После госпиталя он не оставил военной службы и еще 37 лет служил в вооруженных силах. Сейчас принимают активное участие в работе Совета ветеранов. Иногда покуривают трубку, который привык с войны и пишет книги. Две из них о войне и жизни после нее уже написаны. Осталось третье «Детство и отрочество ветерана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин